И я увел с вами Стафи, сегодня я вам расскажу как сделать такой же рабочий стол как у меня. Ну а перед видеороликом я вам рекомендую подписаться на мой канал, чтобы не пропускать такие же ролики. И поставить лайк под этим видеороликом, ведь мне будет очень приятно. Ну а мы переходим к видеоролику. Чтобы сделать такой рабочий стол, вам надо спуститься в описание, там будет две ссылки. В одном из этой ссылки будет файл с рабочим столом, а и в другом будет вы должны скачать RainMatter. Эта программа вам сможет сделать, вы качаете, устанавливаете их, но когда вы установите, я вам сейчас все расскажу. Так, теперь смотрите, вы видите, что я открыл все свои иконки, извините за срач на рабочем столе. Так, мы открываем сначала, скачиваем вот этот вот файл. Там вы его скачиваете, потом открываете файл Neon. Заходите в эту папку, перекидываете вот эту вот на рабочий стол. После того, как вы перекидываете эту фотографию, делаете рабочим столом, задним фоном. Потом, что мы делаем? Берем вот это. Находим вконтакте любую песню, включаем ее. И потом берем, нажимаем правой кнопкой мыши, ой, точнее берем, переносим ее на рабочий стол. Нажимаем правой кнопкой мыши, открыть с помощью, еще приложение, найти другое приложение. Потом мы здесь ищем Reign Matter. Заходим, потом Skin Insert. Открыть. Потом Install. И уже после того, как вы нажали Install, там у вас появятся некоторые штучки. Сейчас я вам покажу, как это делать. Install. Нажимаем Install, ждем маленькую загрузочку. Потом нажимаем обновить все. У нас появляется лов. И сюда мы должны найти эту папку и туда перекинуть нашу песню. И потом у вас появится вот здесь вот такой файл. Так, следующее, что мы должны сделать? Мы сделаем нам время. Время времени, это вот этот вот файл. Мы берем, открываем его тот же, так же, Install. Мы ждем, когда оно загрузится. И потом у нас появится, сейчас я его найду. У нас должно появиться Neo Clock. Потом заходим в Clock. И тут у нас будет несколько часов большие. Ой, маленькие и большие. Вот большие и маленькие. Мне больше нравятся маленькие. Так, следующее, как сделать вот такие иконочки. Вы должны открыть последний файл вот этот. Нажимаете Install. Потом, после у вас появляется вот эта вот папка. Здесь вы находите файлы, которые есть, которыми вы часто пользуетесь. Например, я пользуюсь фотошопом очень часто, делая превьюшки. Я нажимаю на этот файл. Нажимаю загрузить. Потом раз делаю, куда мне надо. Я люблю вот такие, такой фигуркой ставить. Потом, так, больше нам ничего не понадобится. Мы закрываем. Эти файлы мы можем удалять. Они нам больше не пригодятся. Вот здесь вот, в этой стрелочке у вас будет этот файл. Его не надо закрывать. Потом, мы делаем вид правой кнопкой мыши по рабочему столу. Вид, отображать значки с рабочего стола. И все, теперь у нас очень даже красиво получилось. Теперь, чтобы сделать вот такую непрозрачность. И чтобы, когда мы наводили, они подсвечивались. Мы нажимаем по одной иконке правой кнопкой мыши. Потом нажимаем настройки. Прозрачность. И ставим прозрачность, либо 40, либо 50. После мы нажимаем... Надо так сделать с каждой иконкой. После мы нажимаем правой кнопкой мыши. Настройки. Прозрачность. Проявление. И потом, когда мы будем наводить, у нас будет вот такое подсвечивание. Ну, если вам понравился такой видеоролик, то, конечно, опять повторюсь. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. С вами был Стафи. И до новых встреч.